Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст». Сегодня мы вам расскажем о тех важных интересных событиях, которые произошли в Казанском федеральном университете за последние две недели. В университете проходит много всяких разных событий. Обо всех, безусловно, мы рассказать в одной программе не сможем. Но представляем на ваш суд только то, что посчитали наиболее интересным. Юрий Борисов, заместитель и председатель правительства Российской Федерации, посетил Казанский университет. Зачем, с какими целями государственный советник Татарстана Митимир Шамеев побывал в нашем университете, мы расскажем в нашем репортаже. За какие заслуги, за что был удостоен премии правительства Российской Федерации, проректор Казанского федерального университета Денис Нургалеев. Об этом тоже расскажут наши корреспонденты. И в заключение мы расскажем об исследованиях Казанского федерального университета, о которых рассказывала на своем портале федеральная газета «Известия». Итак, 22 марта 2019 года Казанский федеральный университет посетил Юрий Борисов, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам обороны промышленного комплекса с 18 мая 2018 года. То есть, эта фигура достаточно новая. И прошу обратить внимание на этого человека, поскольку в правительство России начали появляться люди, совершенно иного формата, нежели прежде. В социальных сетях те блогеры, которые в теме проблем обороны промышленного комплекса выражали нескрываемый оптимизм. Общим рассуждением было о том, что в правительство России наконец-то начали появляться высокие профессионалы с высокой репутацией, профессионалы практики. Итак, Юрий Борисов, доктор технических наук, после выпуска с военноучилища службы в армии, окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета. В 2012 году был заместителем министра обороны Российской Федерации, а с октября 2018 года председатель авиационной коллегии при правительстве Российской Федерации. Особый налет таинственности носит присвоение звания Героя России Юрия Борисова 5 мая 2017 года. Если верить Википедии, то это произошло закрытым указом президента России Владимира Путина, и Кремль отказался комментировать эту награду. Итак, ректор Казанского федерального университета встречал высокопоставленного гостя в Казанском федеральном университете, провел краткую экскурсию, причем рассказ шел не о великой истории старейшего университета России, а скорее о наработках в научно-исследовательской деятельности университета сегодня. 22 марта в Казанском федеральном университете заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам обороны промышленного комплекса Юрий Борисов прочитал лекции для студентов КФУ. Он обсудил со студентами современное состояние и перспективы отечественной промышленности, науки и обороны промышленного комплекса. Для вас будет полезно, я вам немножко расскажу, что такое оборонно-промышленный комплекс, из чего он состоит, текущее его состояние, чем он занимается, какие у него перспективы, в надежде на то, что, возможно, многие из вас свяжут свою судьбу с оборонно-промышленным комплексом и выберут профессию, достойную профессию, связанную с разработками вооружения военной техники. Действительно, в этой лекции прозвучали некие цифры, некоторые показатели, перспективы этого направления. Что действительно, сегодня в России развивается направление, агро-промышленный комплекс, колоссальными темпами. И, конечно, сегодня для этого комплекса требуется очень много молодых ребят, умных ребят, и, в общем, самых умных, самых, так сказать, креативных физиков, инженеров, техников, электронщиков. И лекция была подчинена именно этому, то есть рассказать молодым людям, как сегодня в России это развивается, и что нужно в это идти, действительно, это очень важно. Визит Юрия Борисова начался с презентации возможностей КФУ в области инженерии, робототехники и беспилотного транспорта. Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал об инновационных решениях университета, созданных в партнерстве с крупнейшими компаниями страны, такими, как КАМАЗ. Военно-промышленный комплекс включает более тысячи организаций, каждая из которых является потенциальным работодателем для выпускников КФУ и заказчиком научных исследований. Эта лекция была важна для молодых людей, у которых был полный зал сегодня. Это физики, математики, айтишники, инженеры. И вопросов было очень много таких злободневных, очень важных для этих молодых людей. И я думаю, что для них тоже было важно, потому что они увидели, где можно работать в России, действительно. В рамках лекции студенты интересовались карьерными перспективами, связанными с возможностью трудоустройства в дизайн-центрах в радиоэлектронике. Проблемные вопросы. Ну, о цикличности ГОС я вам сказал, консервативность рынка ВТС сказал, герасекация источники финансирования. Буквально несколько слов на этот счет. В отличие от гособоронзаказа, где государство полным рублем оплачивает весь технологический цикл создания продукции, от НИРа, ОКРа до серийного производства, да еще и дает средства на подготовку, производство и создание необходимого научно-технического задела, ситуация на гражданском рынке принципиально другая. Принципиально другая. Во-первых, выбор продуктовой линейки остается за производителем. Это его меры ответственности, его риски. Он должен оценить свои компетенции в той или иной области, найти свою рыночную нишу, с риском для себя привлечь средства, собственные или заемные, на разработку и производство этой продукции и вывести ее на рынок. Вот основные риски, где сегодня лежат для предприятий ОПК. Это очень сложная проблема, поэтому достичь показателей 50% к 2030 году – это серьезный вызов для всех работников предприятий ОПК. Конечно, государство помогает. Конечно, государство тратит деньги через различные инструменты, государственные программы, федерально-целевые программы на создание необходимого научно-технического задела и на техническое перевооружение. И тем не менее, конечно, риски высоки. Привлечение заемных средств. Сегодня очень высокие ставки в банках, поэтому государство вынуждено субсидировать эту нагрузку. Вы знаете, что, наверное, слышали? Принято решение в оборонке сделать опорный банк, промсвязьбанк, где за счет концентрации ресурса бюджетных средств появляется возможность кредитования предприятий промышленности под более низкий льготный процент. Это очень серьезный показатель. Понимаете, невозможно сделать конкурентно способную продукцию при разных правилах игры. Если на Западе стоимость кредита 1,5-2%, а в России 10%, это о многом говорит. Нужно что-то делать. Тем не менее, создаются различного рода фонды, в частности, фонд развития промышленности, где условия кредитования совершенно уже льготные для предприятий. Это первые два года по 1%, затем 5%. Это как раз финансовые инструменты, которые нацелены, чтобы поддержать предприятие в этом тяжелом пути. Казанский федеральный университет 19 марта 2019 года Казанский федеральный университет посетил Государственный советник Республики Татарстан Ментимир Шаймеев. Важного гостя встречал ректор университета Ильшат Гафуров. Гость приехал в сопровождение министра образования и науки Татарстана Арафиса Бурганова, а также генерального директора телерадиокомпании «Новый век» Ильшата Аминова. Известно, что Ментимир Шаймеев является инициатором создания полилингвальной школы с углубленным изучением русского, татарского и английского языков в Татарстане. Сегодня это этап создания концепции идеологии образовательного процесса будущей школы. Безусловно, Казанский федеральный университет должен стать поставщиком новых образовательных технологий и высококвалифицированных кадров для осуществления столь амбициозных планов. 19 марта Государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения Ментимир Шаймеев посетил институт физики, где ознакомился с особенностями педагогического образования в Казанском федеральном университете. В ходе визита к Государственному советнику была продемонстрирована система подготовки педагогов для новой системы образования. Вот сегодня на педагогическом образовании 9 тысяч детей обучаются. 9 тысяч в университете на разных курсах. Из них где-то порядка 500 человек обучаются на татарском языке. Да, нет, здесь учат 7 делабок и 700. Это будущие учителя. 9 тысяч у вас в рамках университета. Это чистые те, которые изначально поступили. Хорошо. А у нас потребность ежегодный выпуск какой? У нас 396 человек на этот комплекс по заявкам районов получается. Нет, у меня только не комплекс, только интересный. В целом же по республике, педагогический кадровый баланс еще надо пополнить. А баланс есть? Выпуск покрывается? Нет, вот этот 9 тысяч должен он покрывать. Да, но это на всех курсах. Это не только на... Нет, я понимаю. Выпуск где-то около 2 тысяч. Если где-то 30 тысяч у нас педагогов, чисто, где-то так, да? 36, да. Ну, это порядок цифра. Это меняется, да, порядок цифра. 9 тысяч – это неплохо. Мы один из самых больших учреждений, которые готовят педагогов в системе России. Кто финансирует? Здесь мы вам на презентации покажем. Здесь, значит, бюджет Российской Федерации. Дети сами платят, да, и платят организации либо республики. Вот в этом году целевой набор 125 человек платит республику. 125 человек – это те студенты, которые после окончания университета будут работать в образовательных учреждениях Республики Татарстан. Вначале Ментимир Шаймиев, министр образования и науки Рафиз Бурганов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, депутат Государственного совета Республики Татарстан Ильшат Аминов увидели распределенную систему подготовки учителей-предметников на примере учителей физики. Особенностью системы является то, что используется лабораторный комплекс Института физики КФУ. Подобной возможности у педагогических вузов нет. Методологию преподавания будущие учителя оттачивают непосредственно в модульных классах Института психологии и образования КФУ. Речь идет о том, что в КФУ существуют две модели образования – непрерывная и вариативная, то есть распределенная. Именно эти системы лежат в основе педагогического направления. Уникальной особенностью КФУ является непрерывность образования, который заключается в том, что обучение проходит на протяжении всей жизни, начиная с дошкольного возраста, детского сада и учебы в детском университете, а также обучением в двух лицеях КФУ, вплоть до университета третьего возраста. В системе также присутствует собственный планетарий, на котором опробируются педагогические методики. Распределенная или вариативная система подготовки использует возможности фундаментального научно-образовательного потенциала классического университета, которого нет в педагогических вузах. Будущие учителя получают образование в профильных институтах классического университета у физиков, химиков, математиков и других научных направлениях. Крайне заинтересованы в том, чтобы учителя физики были высокого уровня, поскольку то, какие учителя физики, тех мы и будем получать себе абитуриентом. Поскольку это абсолютная экспрессия, стопроцентная обратная связь. Это с одной стороны. С другой стороны, если там на учителей, на преподавателей в педагогическом институте была нагрузка и преподавать, и методики преподавания физики, и педагогические необходимые там компетенции прививать, и физики, естественно, то физику мы сейчас большей степени берем на себя, и они занимаются больше, то есть уже непосредственно подготовки учителей. Так как основная масса студентов-педагогов учится в Институте психологии и образования, визит в корпус этого института в рамках визита Ментимера Шамиева стал самым длительным по времени в связи с количеством презентованных технологий. Стоит отметить, что в здании института был проведен капитальный ремонт. Мы сохраняем вот это здание, всю архитектуру и пространство. Вот сейчас ведь очень много разговоров о пространстве обучения. Я вам скажу, я не знаю, в какие времена это построили, она же в архитектуре располагает вообще дизайн, архитектурные решения. Тимир Шаймиев ознакомился с инновациями в образовательном процессе и инфраструктурой для подготовки учителей, созданной в последние годы в университете. Я думаю, ему было очень приятно, что мы храним свои традиции. Он посетил все наши центры, лаборатории и где состоялись встречи с нашими учеными, студентами. Было очень приятно видеть такой очень человечный подход, заинтересованный подход к нашей жизни. И практически в каждой аудитории, в которой побывал Ментимир Шарипович, состоялась встреча, разговоры со студентами, где он интересовался их обучением, интересовался проблемами, принимал участие даже в обсуждении того или иного вопроса, рассматриваемого на той или иной лекции. Особый интерес у Ментимира Шаймиева вызвала кафедра методологии обучения воспитания, которая занимается проблемами национального образования в Республике Татарстан. У нас разговор шел о проблемах национального образования, о современных проблемах образования. Для этого у нас есть те вопросы, которыми мы уже вплотную занимаемся более 10 лет. Тем более в Казанском федеральном университете ректором нашего университета, профессором Ильшат Равказовичем Гафоровым, создан научно-образовательный центр «Центр татарской национальной педагогики». Вот этот центр уже мы в течение 10 лет занимаемся проблемами этнопедагогики, этнопсихологии, этнофилософии. И, конечно же, вот наряду с этими вопросами мы занимаемся этнопедагогической культурой, подготовкой этнопедагогической культуры, учителей, переподготовкой студентов наших и в целом работников системы образования Республики Татарстан. В этом институте реализуются программы бакалавриата по начальному и дошкольному образованию, психологии и дефектологии, а также широкий спектр практикоориентированных и исследовательских магистрских программ, в том числе с международным участием. Особое внимание в институте уделяется олимпиадному движению. В публике очень много и уделяется этому большое внимание. И вот как раз мы выпускаем уже тех учителей, которые будут целенаправленно их готовить и к участию в интернет-олимпиадах, и в наших кафулусных олимпиадах, которые тоже у нас достаточны. У нас очень крепкие связи с этими интернатами для одаренных детей. И еще у нас есть конференция учащихся, вот этого раньше не было, то есть конференция учащихся, то есть учащиеся сейчас готовят исследовательские работы. Студент становится активным участником образовательного процесса. От его мотивации и самостоятельности зависит успешность результата. Там будущий преподаватель ставит урок открытый, а экзаменаторы сидят здесь и все наблюдают, потом дает процент. И все это с записи можно обратно вернуться и посмотреть. Особый интерес у гостя вызвал кабинет технических средств обучения, интерактивный сенсорный стол «Смарт». Следующей точкой визита стало здание Института международных отношений, расположенное по адресу Левобулачная, 44, в котором совсем недавно был проведен капитальный ремонт. Здесь учатся будущие учителя истории. При особенности является то, что используется весь научный потенциал Института международных отношений КФУ. Подобной возможности у педагогических вузов нет. Методологию преподавания будущие учителя оттачивают непосредственно в модульных классах Института психологии и образования КФУ. Я приводил на тебе шарипщую цифру, он был приятно удивлен, когда я рассказывал о том, что в Казанском государственном университете готовилось даже в лучшие годы, в период Советского Ренессанса, вместе с заочниками, вечерниками, иным отделением, где-то около 150 историков, из которых на педагогическое образование никто не рассчитывал. И педагогическое университет, в котором тоже на историческом отделении от 130 до 50, всего это чуть более 300 человек. На сегодняшний день в Федеральном Казанском университете только в Институте международных отношений, на исторические специальности, которые включают в себя и историков-профессионалов, и медиологов, культурологов, паблиниковедов, эпнологов, антропологов, специалистов по педагогическому образованию с двумя направлениями подготовки. Это и английский, и общество знаний, плюс история. Поступают ежегодно, данные из прошлого года, 572 человека. В Институте проходят занятия не только для студентов, но и для казанских учителей. В рамках курса повышения квалификации, а также для школьников города. Преподаватели КФУ помогают ребятам готовиться к ЕГЭ по истории. В завершении визита Минсимир Шаймиев посетил Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Ильшат Гафуров ознакомил государственного советника Республики Татарстан с проектом оформления зоны расположения скульптурной композиции Льву Николаевичу Толстому и Габдуле Тукаю, а также проект оформления Тукаяского садика и Толстовской аллеи, зоны почета Минтимира Шаймиева и актовый зал имени первого президента Республики Татарстан. Особый интерес Минтимира Шаймиева вызвала подготовка национальных кадров высшей школы образования Габдулы Тукая. В школе мы готовим как филологов, музыкантов, дизайнеров, так и учителей по другим предметам. В частности, в 2018 году мы приняли 125 студентов на первый курс, которых будем готовить по таким направлениям, как математика и информатика, история и общество знаний, музыка и дополнительное образование, а также дошкольное и начальное образование. В рамках стратегии университета на Институт филологии, межкультурной коммуникации и Институт международных отношений возложена одна из самых амбициозных задач – подготовка учителей, умеющих работать в полилингвальной образовательной среде, которая подразумевает под собой обучение сразу на трех языках – русском, татарском и английском. Новость о появлении в Республике Татарстан школы нового формата, отвечающей концепции полилингвальной образовательной среды, появилась в начале 2019 года. Предложение, озвученное государственным советником Республики Татарстан, Ментимером Шаймиевым направлено на максимальное раскрытие возможностей учащихся, используя полилингвальную систему обучения в качестве образовательного преимущества. Как показывает годичный наш опыт работы с бывшими учителями, которых мы готовим для работы в билингвальных образовательных организациях, привлекая преподавателей из разных наших институтов, используя соответствующую лабораторную базу наших подразделений, мы сможем выйти на подготовку таких кадров. Здесь при подготовке полилингвальных учителей, нам кажется, тоже таким же образом можно будет достичь поставленной цели. По общему мнению участников визита, Республике предстоит провести большую работу по реализации главной на сегодняшний день задачи, чтобы эти самые выпускники были востребованы по специальности. Все-таки как живучие фейки и навязанные мифы. Просто диву даешься. В Казанский федеральный университет входит 125 лучших вузов по педагогическому образованию. Наших профессоров и ученых приглашают с презентациями и докладами ведущие университеты мира. Профессор Казанского федерального университета Роза Валеева выступит в веро-парламенте как единственный представитель России, со своим докладом о российской системе образования. К слову сказать, 27 февраля 2019 года академики РАО проголосовали за принятие в свои ряды ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. А уже 20 марта президент Российской академии образования Юрий Зинченко вручил лично диплом Академии РАО ректору университета Ильшату Гафурову. Тем не менее, в родной Казани находятся люди с жаром, утвердающие о развале педагогического образования. Надеюсь, что наша подборка высказываний авторитетных и важных людей поможет разрушить эти мифы. А также я предоставлю в завершение педагогической темы слово нашему коллеге Альберту Бекбову своими соображениями на этот счет. Я вам должен сказать, что вообще федеральный университет очень серьезно оснащается благодаря усилиями ректора, а в целом коллектива и повышается рейтинг, международный рейтинг. Я считаю, что это большое счастье. Ну, that was the occasion, and I'm deeply impressed about the activities of Kazan University. And I can add, that it is my first time that I came to Russia at all. And I may be decided to go to the right place, because it's such a lively place here. And this new facility for teacher training is very impressive. Участники уже в четвертый раз, прошедшего на базе Казанского федерального университета Международного форума по педагогическому образованию IFTE по подготовке учителей отметили. Казан Федеральный университет has taken to become a leader in teacher education in Europe. It's a very exciting event. It has grown enormously since it started four years ago. It's delightful to be here. Glasgow University has a really strong partnership with the Federal University of Kazan, and that's really focused in your school of education and psychology. Thank you very much. решение в рамках выдвинутых Шаймиевым концепции полилингвальной образовательной среды, которая появилась в начале 2019 года. До запуска полилингвальной школы необходимо понять, способны ли высшие школы республики обеспечить необходимый уровень и качество подготовки учителей, способных работать на новых принципах. Как отметил в ходе встречи ректор КФУ Ильшат Гафуров, Сегодня по педагогическому направлению на всех курсах у нас обучается 9 тысяч человек. Ежегодный выпуск приближается к цифре 2000 человек. Из них порядка 500 человек обучается на татарском языке. Таким образом, КФУ – одно из крупнейших учреждений в Российской Федерации, которое готовит педагогов. Следует отметить, что пресловутый языковой конфликт, разгоревшийся после заседания Общероссийского совета по межнациональным отношениям в июле 2017 года, как ни парадоксально, сыграл положительную роль в плане усиления внимания к проблемам, связанных с использованием татарского языка в нашей республике. И одна из ключевых проблем – подготовка кадров для обучения татарскому языку. И мы видим, что КФУ последовательно и положительно реагирует на вызовы, поставленные временем. И татарский язык в КФУ – один из стержневых направлений, которому уделяется постоянное и глубокое внимание. И это по достоинству оценивается интересом и вниманием руководства Республики Татарстан. 14 марта 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил проректору КФУ Данису Нургалееву премию правительства России в области науки и техники. Премия присуждена за разработку и внедрение инновационного высокотехнологичного геофизического комплекса широкоспектральной диапазонной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах углеводородного сырья. Здесь не то, что запомнить, прочитать весьма сложно. Поэтому мы постараемся более подробно объяснить вам в нашем сюжете. Проректор КФУ Данис Нургалеев получил высокую награду – премию правительства России в области науки и техники. Награждение состоялось 14 марта в Доме правительства Российской Федерации. Награду вручал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Премия присуждена за разработку и внедрение инновационного высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной спектральной шумометрии на местонахождениях и подземных хранилищах углеводородного сырья. Для того, чтобы понять обычному человеку, о чем идет речь, мы обратились к самому виновнику торжества с просьбой объяснить, о чем все-таки идет речь. Появилась такая вот область исследования в геофизике скважин – спектральная шумометрия. То есть взяли высокочувствительный микрофон, опустили его в скважину и слушали шумы, какие происходят. И вот когда у вас за скважиной, либо в пластах, между пластами, за цементным камнем, происходит какая-то протечка жидкости, особенно с газом, возникает такой очень маленький шум, который, в общем-то, можно в глубокой тишине скважины услышать и определить его происхождение. Для того, чтобы определить происхождение этого шума, можно, конечно, сделать такие модели в лаборатории, которых можно пропускать через вот эти вот трещины, щели, газ, флюид, жидкость, насыщенную газом, и слушать этим микрофоном маленьким, и, скажем, в зависимости от ширины щели, от скорости потока, построить такие вот теоретические зависимости, частоты шума, амплитуды шума, характера изменения шума во времени, в зависимости от размеров этих щелей, от дебета перетока этого флюида, от вида этого флюида. То есть это целая такая вот наука такая, да, перекладная получилась. Ученые наши Казанского университета, очень давно еще, они, значит, уехали в область там, в арабские страны, и вот этот прибор сделали на коленках практически, получили заказ, получили средства и начали развиваться. Создали компанию, компания называется ТГТ, Татарские геофизические технологии переводится, значит, решовывается компания. Вот. И, в общем, в итоге вот завершилось тем, что эти шумомеры, которые они изготовили, оказались одни из самых лучших в мире. Сегодня завод построен, который выпускает эти шумомеры. В Казани он находится, так. Вот. И сегодня эти шумомеры поставляются в 17 стран мира, по сути дела. Они и в Северной Америке, и в Южной Америке, и в Африке работают, в арабских странах, в Китае, в России работают эти шумомеры. Вот. В чем суть вот данной именно работы? Вот этот шумомер существует, это очень хороший прибор, и мы смогли вот этот прибор использовать для решения очень важных задач нефтегазовой промышленности. То есть в области добычи газа и в особенности в области хранения газа. Дело в том, что когда вот добывают газ и вот транспортируют какой-нибудь город, этот город потребляет газ неравномерный. И поэтому невозможно считать, скажем, патруль, пересылать газ именно того количества, которое нужно сегодня, завтра, там, летом, зимой, осенью. Поэтому всегда около больших городов строят большие хранилища газа. Это не бочки. Это естественные резервуары, которые находятся под землей. То есть это, по сути дела, газовые месторождения бывшие, да, которые были или, скажем, не случилось так, что они стали эти газовые месторождения. То есть это какой-то большой полистый объем, который покрыт покрышкой, такой глиняной или солевой покрышкой. И сюда лишний газ качается. И он там хранится. И, в общем-то, он хранится там не хуже, чем в бочках. И, в общем-то, если вот это вот хранилище газа обнаружено и изготовлено, так сказать, создано правильно, то оно очень хорошо сохраняет этот газ, утечек мало. Но все равно, в любом случае, это природная, так сказать, постройка, да, и там, конечно, есть разные разломы, трещины. И скважины, может быть, несовершенные. И скважины тоже ломаются. И уходит, происходит утечка газа постоянно. И вот нашей задачей было использовать этот прибор оптимальным образом, чтобы выяснить, есть ли утечки газа, где они происходят, что происходит, куда перетекает газ, в верхние горизонты. Или из верхних горизонтов через затрубные пространства уходят на поверхность. То есть вот эти все проблемы оказалось возможным решить с помощью этого уникального прибора. Вот мы взяли несколько хранилищей газа по России, которые, в том числе, в Бриворском регионе, здесь у нас около Казани тоже хранилище. И провели испытания вот с этим прибором, опытные работы сделали и получили уникальные результаты, которые позволили сэкономить кучу денег. Мы обнаружили, что происходит в газовых хранилищах. То есть как перетекает газ, какими дебетами перетекает он, куда перетекает, откуда перетекает. В общем, вот эта скважина была обнаружена. И после этого мы создали систему, которая позволила провести ремонт скважин, провести мероприятия, которые позволили исключить утечку газа в таких объемах. Я просто для примера приведу такую цифру. Например, если послушать примерно на расстоянии 1 метр, можно услышать даже на расстоянии 1 метр, как происходит утечка газа в другой горизонт со скоростью 1 литр в час. Представляете? То есть если 1 литр в час газа уходит, то мы это шумомером услышим и определим. Какие там поры, газ это с жидкостью он, дебеты определимы. Вот такой прибор. Вот такая простая работа была сделана. И в общем-то она из-за того, что прибор был уникальный, из-за того, что технологии, которые мы использовали и задачи, которые мы решали, оказались уникальными. И принесли большой, так сказать, ощутимый такой экономический эффект. Стоит отметить, что международная компания TGT, наладившая промышленный выпуск оригинального комплекса спектральной шумометрии, начинала формироваться в стенах Казанского федерального университета. Она связана с именем профессора Николая Непримерова. Непримеров – это известный такой наш профессор, который, в общем-то, физик, который занимался очень глубоко нефтегазовыми проблемами в свое время. Он, в общем-то, знаменит тем, что в свое время он создал спецфакультет. Это было его такое детище, которое, в общем-то, оказало влияние на нефтегазовую промышленность не только в Татарстане, но и в целом в России. То есть он приглашал геологов, нефтяников, главных геологов компании НГДУ и обучал их физике. То есть с точки зрения физики объяснял вот эти вот нефтегазовые процессы все. Это имело колоссальное влияние, потому что он, как физик, он глубоко понимал эти процессы и смотрел на это дело с точки зрения физики. То есть такой вот со стороны формул, расчетов конкретных. – Фундаментальный взгляд. – Фундаментальный взгляд такой, да. И вот я думаю, что много сотен геологов прошло вот через эту школу. И, в общем-то, я до сих пор знаю многих очень таких известных геологов, которые, в общем, с большим уважением говорят о профессорах, не примерами. И, конечно, вот в том числе он занимался немножко и шумометрией, да. И самое главное, что он вот около себя создал такой круг ученых, учеников, которые потом уже вот, благодаря вот тому, что вот это вот направление развивалось здесь, в Казахстанском университете, создали вот эту компанию, которая создала вот этот прибор очень хороший. – Это, в принципе, его ученики. – Препарат на основе двух генов поможет восстановить двигательную активность пациента после травмы спинного мозга. Именно такого содержания статья вышла в федеральной газете «Известия». И речь здесь шла, в данном случае, об инновационном препарате, разработанном учеными в стенах Казанского федерального университета. Более подробно об этих исследованиях вам расскажет наш коллега Диана Шилова. Разработки КФУ в области лечения травм спинного мозга вызывают интерес не только у людей, заинтересованных наукой и медициной, но и у многих средств массовой информации. Например, таких, как Международный информационный центр «Известия». Один из таких проектов – препарат на основе двух генов может ускорить регенерацию при таком повреждении. Человеческий спинной мозг выполняет функцию координатора работы органов и мышц. Через него информация ото всех частей тела поступает в головной мозг. Посредством спинного мозга человеческие органы общаются между собой и даже управляют друг другом. «Это достаточно серьезное заболевание. После нарушаются двигательные функции, нарушаются чувствительные функции. И зачастую пациенты, к сожалению, становятся инвалидами. Более того, после уже острой травмы, после того, как травма состоялась, после того, как пациентов врачи как могли пролечили, выписали, к сожалению, есть огромная проблема с дальнейшим восстановлением. Это и недостаток, во-первых, естественных способностей организма к регенерации в нервной ткани. Ну и в целом до сих пор еще в нашей стране, к сожалению, не развито направление по нейрореабилитации». Генный препарат, созданный учеными КФУ, позволит восстановить нервную ткань, усилив способность организма к регенерации. Один из препаратов, основанный на двух генах, поможет восстановить двигательную активность пациента. Средство защищает нейроны от гибели, стимулирует рост кровеносных сосудов и новых нервных волокон. «Был у нас вариант использования плазминных конструкций, либо вирусных конструкций, несущих два терапевтических гена. Один из них отвечает за закодирование белка нейротрофического, который будет стимулировать регенерацию нервной ткани. А второй из них ответственный за стимуляцию ангиогенеза, то есть за рост новых сосудов, которые, конечно, тоже участвуют в регенерации и восстановлении ткани». Первый ген нормализирует кровоснабжение при нейротравме, поддерживает выживаемость нейронов, стимулирует нейрогенез, рост новых сосудов и аксонов. Второй ген представляет собой фактор роста, обладает выраженным нейротрофическим действием, поддерживает выживаемость клеток в области повреждения, способствует развитию нервных волокон. «Существует группа нейротрофических факторов, оптимальная концентрация которых в нервной ткани как раз-таки способствует тому, чтобы нервная ткань, во-первых, поддерживалась в ее состоянии, в норме, ну и, конечно же, эти факторы необходимы для ее регенерации, для ее восстановления при повреждении или при каких-либо других вариантах поражения ткани нервной». Данные гены также присутствуют в человеческом организме. «Мы разрабатываем методы, так называемые, регенеративные медицины. Это и с применением генной терапии, и с применением стволовых клеток. Методы направлены на то, чтобы активировать, запустить естественные способности организма к регенерации. То есть у нас, у всех организм в состоянии регенерировать. Мы порезали, например, пальчик или у нас есть перелом. Организм может справиться с относительно простыми травмами. Но, к сожалению, если травмы серьезные, например, как травма спинного мозга, то естественных способностей организма к регенерации недостаточно. И здесь мы с помощью наших генных технологий, клетчатых технологий подстегиваем организм, стимулируем естественные способности к регенерации». Иными словами, дополнительные гены усиливают работу уже присутствующих генов, позволяя организму самостоятельно излечивать травму. Лечение уже было применено на малых животных – мышах и крысах, а также на крупных животных, таких как свиньи. «Генную терапию и клеточную терапию мы успешно применили на крысах. Например, клеточную терапию с помощью столовых клеток из жировой ткани пациентов мы уже успешно применили и на свиньях. У нас есть несколько патентов, сейчас много публикаций. Сейчас вот по свиньям мы готовим новые патенты, новые публикации. И надеемся, в ближайшее время выйдем и на пилотные клинические исследования». Результаты работ показывают, что ученые Казанского федерального университета могут эффективно восстанавливать травмированный спинной мозг, его функцию у крупных животных, в частности свиней, а в ближайшем будущем и у человека. На этом я прощаюсь с вами. Вы смотрели информационную аналитическую программу «Контекст». Вел программу Эльдар Каримов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова